Хоба! Привет, с вами доктор Влад, у нас уже минус один и солнышко, как хорошо. Комментарии. Юля пишет, у нас, Украина, коронавирусный ад, особенно западный. Нет у меня знакомых, родственников, друзей, которые бы не переболели. Все сидим на карантине, ограничиваем общение уже больше года. Дядя и тётя заболели уже второй раз, из дома не выходят, живут в посёлке городского типа, там население-то мизер. Кума сидит на приёме коронавирусных, а отец знакомой в красной зоне работает, реанимация. У нас очень продуктивная борьба на уровне статистики. Ну, ребят, ну, в общем-то, мы тоже сидим дома, как говорится, да? Ну, то есть, если в магазин, то обязательно в масках. Вот, школьники до сих пор не учатся, во всяком случае, школьные автобусы не ездят, а это очень чёткие показатели. И тем более... А вот сейчас я гляну, ну-ка, прямо вот гляну, где у меня тут, где-где-где, в Караганде. Так, вот мой сайтик, коронавирус, или Ной. А, ну-ка, снизилось, 1190. А, 1190 в нашем штате, напоминаю, было 15 тысяч и по всей Америке. А вот по всей Америке было 300 тысяч, а на вчерашний день 56. Ну, вот так. Ну, терпение вам, что же я могу сказать? Так, а вот пишет так, Тихановское в Литве не отдадут, из Литвы не отдадут. Это точно, ребят, я за неё успокоился сразу. Ну, вы помните, я вам рассказывал, что Белоруссия требует экстрадиции, чтобы посадить в турму. Так, Манфред пишет, какая чушь, взрослые люди не смогли справиться с котом в самолёте. Ай-яй-яй-яй-яй, вот сейчас все кошатники улыбнулись, да? Ай-яй-яй. Почитайте, по-моему, у Конрада Лоренца есть рассказ о том, как кошка с котятами загнала на дерево медведя. Понимаете? И нафиг им это надо? В кабине пилотов заниматься с котом, который может прыгнуть куда угодно, и что угодно сломать, или нажать на какой-нибудь тумблер, и так далее. Пилоты правильно поступили. Видимо, как-то отвлекли и посадили самолёт. Так, всё, с этим проехали. Коты бывают, ох, какие бывают коты. Так, Виталий пишет, доктор, добрый день, ещё раз про кошек. Тридцать с небольшим лет назад у моего отца Бласямской кошка любила самогон. Ни водку, ни коньяк, ничего другое, только самогон. Ребят, я знаете, что я хочу сказать? Животные спиваются точно так же, как и люди. Ещё у Шукшина, по-моему, был рассказ о медведе, которого споили туристы. И я сам лично видел мужика одного, который споил свою собаку. Какой-то терьерчик небольшой. Да, он пил пиво и водку пил. И, в общем, потом так вот шатался и жадно хлебал и так далее. Ребята, пожалуйста, этим не занимайтесь. Можно, конечно, для смеха, но смеха будет мало. Сделайте наркомана из своего животного. Вот так вот. Ягд-терьер вспомнил. Это охотничья собака, ягд-терьер. Так, о, Бронеус пишет. Мы уже оживили фотки предков. Помните, я вам рассказывал в прошлом ролике? Да, красиво, но платно, ребята. Да, и вот насчёт сайта. В прошлом ролике или позапрошлом смотрите. Я не помню. Я вообще своих роликов не помню, ребята, честно. Я стихов своих не помню, мало какие. Вот такой человек сразу раз и всё. Док у нас в Владивостоке. А, это Елена, Елена. Док у нас в Владивостоке. Вечером был пожар в высотном доме. На 21 этаже задохнулись двое деток. Такое горе. Я полез смотреть. Да, двое детей погибли в высотке. Фу, пожарные машины долго не могли проехать к месту возгорания из-за припаркованных автомобилей. Ой, у нас бы снесли сразу. Их бы штрафанули так, что мало не покажется. Двое детей погибли. Мальчик 9 лет и девочка 4 года. На улице Нейбута 6 в Владивостоке. Они скончались в карете скорой помощи. Надышались угарным газом. Ай-яй-яй-яй-яй. И никак не могли туда добраться даже. Потому что... Потому что... Чё там? Потому что... А, ну это лестница какая-то тут. Проблемы были. Ну, в общем, вот так, ребят. Ну, прикиньте, да? 25-этажный дом. Так, смотрим дальше. Белый дом захотел ввести санкции против 10 россиян из-за Навального. Ребят, сегодня день большой. Почему? Потому что санкции ведут обязательно, да? Вот. И на ближайшее окружение Путина. И он начнёт опять беситься, исходить пеной, швырять ручки. И... Ну, а какие у него клавиши могут быть? Ну, наверное, в Украине опять начнёт. Там, в Донецке что-нибудь. Ещё какую-нибудь гадость придумает. Сегодня большой день. Но завтра я вам об этом большом дне расскажу. Лукашенко назвал ненужным слияние Россия и Беларусь. Ага, значит, предлагал ему Путин, предлагал. Лукашенко высказался за размещение в Беларуси российских самолётов. Вон чего. Вон чего. Зеленский сделал прививку от коронавируса вакцины Астрозенека. Хм. А почему же Астр... А... Ну да, правильно. Зеленский привился от коронавируса, произведённый в Индии вакциной. Это в Индии делают Астрозенека? Сейчас посмотрим. Так, он приехал в Донбасс... Чтобы поставить прививку от коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую, в кавычках, в Донбасс. Ему поставили препарат, произведённый на заводе в Индии. Да, вот он голенький сидит. Ну, в штанах, в смысле. Ему делают прививочку. Я думаю, на самом деле сделал. Так, американцы запретили российским космонавтам сверлить борт МКС. Короче, русские что подложили? Там трещина, да? Вот когда в стекле трещина, ну, в автомобиле. Просто по концам этой трещины делают, значит, отверстие, чтобы она дальше не шла. Вот. Ну, американцы сказали, тут вам не Жигули. Вот. И в случае ухудшения положения может возникнуть угроза эвакуации с МКС космонавтов и астронавтов. А как их оттуда эвакуировать? Хотел бы я знать. Ну, в общем-то, одна из трещин появилась в переходном модуле «Звезды». Короче, знаете что? Самая популярная версия, да, из-за нештатной транспортировки робота Фёдора. Ну, это идиотизм. Тащили вот этого робота, и он чем-то задел какой-то конечностью дурацкой своей. Я не знаю, как на это реагировать. Зачем он вообще нужен был там? Он ничего там не делал, и батарейка у него сломалась. И он вообще ни для чего не предназначен. Это просто игрушка, понимаете? А тяжёлый. Там, когда летит корабль в космос, там каждый грамм считают. А это целого железного робота. Трамп привился от коронавируса в январе, оказывается, ещё. Не уточнил, какой именно вакциной привился. Дональд и Миланя в октябре 2020-го переболели коронавирусом. Президент сообщал о наличии у него антител. Вот такие антитела, вот-вот-вот-вот. Как вспомнят его дебилы. Так, в России создали золотой планшет iPad Pro за 12 миллионов рублей. На него ушли 81 бриллиант и более килограмма золота 750-й пробы. Ох ты, ёлы-палы. Ну чё, я уже слово дебила говорил. Так, два корабля ВМС США направились в Судан вслед за адмиралом Григоровичем. Ну я вам говорил, там какой-то приземлился адмирал Григорович в Судане. Ну вот на всякий случай Пентагон туда пара военных кораблей. Да, вот такие дела. Дмитрий Песков назвал приглашение Маска в Клабхаус недоразумением. Якобы они к нему обращались, к Илону Маску, однако ответа не последовало. Ну они, наверное, ему письмо послали. Такое бумажное. Ещё не дошло. Россия решит вопрос самостоятельно. В Крыму ответили на высказывание Киева об условиях возобновления подачи воды. Ну давайте, решайте. Ну а чё, самостоятельно? Скорее всего это только в том случае, да, в возвращении полуострова в состав Украины будет вам вода. Ну так сидите. В Москве продлили жёлтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы. Я каждый раз, когда про Москву говорю, что-то вспоминаю нашего Владимира, как он там с туманом гуляет. Да, ребят, ничего хорошего. В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве в доме. А знаете, что взорвалось? На три раза угадайте. Самогонный аппарат. Так, в Красноярске число отравившихся школьников возросло до девяносто одного. Это салатик, что ли? Салатик, салатик. Так, обнаружили возбудители в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика. Я вам объясню, работал в этой системе. Вот когда что-то даёшь детям, не обязательно детям, и в любой столовой, везде, нужно оставлять суточную пробу. То есть, то, что вы дали по порции, ну, не обязательно по целой порции, понемножечку, в холодильнике оно сутки должно стоять. Потому что, если что-то случилось в течение суток, то вот то, что мы давали. Понятно, да? Ну, в общем, обнаружили возбудителя и возбудились. Пресс-служба Тихановская отрицает её участие в организации беспорядков. Ну, как бы это понятно. В Кремле прокомментировали взаимодействие России и спасение. Никак не успокоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российской стороне необходимо продолжать работать с коллегами с парламентской ассамблеи Совета Европы, пока они сами не откажутся от взаимодействия. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет. По-моему, такое вувло всё, ребята. Взаимодействие какое-то. Умные люди там сидят, да? В кавычках умные. Я к Европе тоже плохо отношусь. Да я его к Америке-то не очень после того, как Трампа выбрали. Лавров пообещал ответ со стороны... Меня посадят, в конце концов, за мои эти ролики. Лавров пообещал ответ со стороны России на возможные санкции США. США закидаем тряпками, тряпками закидаем. Реагировать будем однозначно. Ладно, хорошо. Лукашенко. Тема представления Белоруссии кредита не обсуждалась на встрече с Путиным. А что её обсуждать? Дали кредиты, ещё дадут. Что угодно дадут. Михаил Горбачёв, сегодня ему 90 лет. Меня вчера... Михаил Горбачёв, меня ругают за гласность, но без неё ничего в стране не изменилось бы. Как угодно ругайте. Для меня Горбачёв хорош, знаете, чем? Он объявил... Я уже рассказывал сто раз. Он объявил, что можно заниматься частной предпринимательской деятельностью. Я об этом, вы не поверите, мечтал со школы. Со школы, чтобы не идти на услужение к дяде, а работать самому. Вот такие дела. Ну ладно, побыстрее. Я сказал вчера, что будут короткие ролики. Ага. Защита просит оправдать Ишаева, осуждённого условно за растрату денег Роснефти. А прокурор, наоборот, говорит чрезмерно мягкое наказание. Ну я напоминаю, он украл 7,5 миллионов рублей. А что ему? Приговорил к 5 годам условно. Ну, нормально. И штраф 800 тысяч, да? Расстратил 7,5 миллионов, а штраф 800 тысяч. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно, хорошо. Уилл Смит задумал стать политиком. Ну, вы знаете его все. Ну, попробуй. Люди в чёрном, да? Звезда Люди в чёрном. Ну, помните его. А мне больше нравятся не Люди в чёрном. С Джетти Чаном он в каком-то фильме играл. Вообще так угарно. Он американского полицейского. А Джетти Чан играл... Ну, кого он играет? Он всегда играет Джетти Чана. Россиянин застрелил возлюбленную и за отказом выйти замуж и покончил с собой. 37 лет женщине, 40 лет мужчине. Там же была записка. Сашенька, я люблю тебя больше жизни. Выходи за меня замуж. Романтический ужин. Слов нет, да? Ну, нет у меня слов. Психолог перечислила худшие подарки женщинам на 8 марта. Ну-ка, ну-ка, та-та-та. Так, коробка конфет. Не надо. Современные девушки следят за фигурой. Я тут сказал, что бабушка 60... Сколько там? 62 года, что ли. Она мне сразу... Ой, я такая бабушка, я хожу на шпильках. Я, говорит, катаюсь на мотоциклах, а живу в Европе. Ребят, в Европе, в Европе, да. Ну, в Питере, ну, в Москве. А вот езжайте в деревню Гадюкино. Там 43 уже старуха. Старуха уже. Так, ну, я отвлекся. Чего? Не надо дарить ненужные сувениры, мягкие игрушки, чайные сервизы, статуэтки. Поскольку такие предметы будут пылиться в углу шкафа. Худшие подарки также предметы личной гигиены. Не надо прокладки дарить. Даже с крылышками не надо. Да ладно. Понятно всё. А чё дарить? Чё дарить? Цветы, цветы. 47 процентов. Или деньги 48 процентов. Нормально. 47 и 48. Ну, остальные чокнутые. У них есть и цветы, и деньги. Это значит цветоводы. Так, в сети опубликовали кадры огромной трещины в Антарктиде. А, Антарктида трещину дала. Надо же. Раньше было анекдотом. Сейчас нет. Противозачаточные таблетки. Почему они влияют на вес тела? Ребята, влияют. А потому что это гормоны. Ну, тут вот статья такая огромная, огромная, огромная статья. Да, противозачаточные таблетки могут вас поправить. Поправить. Доктор тоже поправился. Надо худеть срочно. Сегодня начинаю. Сегодня 2 марта. Да, вот и начну. Четыре вещи, которые не понимают даже учёные. Оно вам надо? Ну, давайте, коротенько. Почему человек не может не спать? Вот почему нужно обязательно спать? Не знают учёные. Не знают. Откуда на нашей планете жизнь? Тоже неизвестно. Вроде бы, вроде бы в результате там каких-то громов и молний случайно сцепились какие-то молекулы. Ну, ребят, это всё фуфло. Самая правдивая версия, что занесли метеорит там. Ну, тогда встречный вопрос. Откуда она взялась на метеорите? Из чего состоит тёмная материя? А я тёмную не люблю. В полосочку. А, здесь другое. Тёмная материя. Да ну, к чёрту, а? Так, почему с нами до сих пор не связались другие разумные существа? Потому что они разумные существа. А зачем связываться с землянами? Всё, проехали. Всё, да? Больше ничего нет. Так, ой, надо побыстрее. Доктор, Боттинскую больницу подключили к ЭМИАС. Единая медицинская информационно-аналитическая система. Сообщила Анастасия Ракова. Это у неё часы, что ли, или серёжки за 5 миллионов? Ракова подключила. Ну, понятно, как она подключила с такой фамилией. А вот водонапорная башня упала на автомобиль УАЗ в Тверской области. Вот это ближе к России. Да, нифига себе. Приехал УАЗик какой-то ремонтный, а на него башня упала. Обошлось без человеческих жертв. А там людей-то нет в этой деревне. Так что откуда жертвы-то? На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование. Вместе с ракетой, нет? Так, со 110-й площадки, которую не эксплуатируют уже 30 лет, похитили электронику. Господи. О, комментарии. Путинизм? Чё? Понятно. Так, что ещё? Рабочий сорвался с крыши в кузбасской столице. Случилось ЧП. Это Кемерово, да, чистил снег. Без верёвочки. На крыше очевидец разглядел ручку лопаты. Чёрт возьми. В Оренбуржье возвращается метель и мороз. Кто у нас там? Николай, по-моему. Николай живёт там, да? Вот в Оренбуржье всё. Ноль, минус пять. А чё это, разве мороз? На дорогах снежные зоны. А, ночью до минус 14, минус 19. Вот это метель. Это мороз, да. И метель ещё. Конкурсантки мисс КГУ обнажились на камеру. КГУ. Это где такое КГУ? Калуга. Калужский госуниверситет. О, всё пропускаем. Доктор, нельзя тебе такой смотреть. Так, вёдра вместо унитазов в Оленинском. Ленинском? Нет, Оленинском. Ленин, Оленин. А округе депутат был шокирован, посетив местный детсад. Детишки ходят вёдра, вёдра, да. Вот такие дела. А где такое? Тверь. Тверь. Это очень близко к Москве. Между прочим, этот городок. Городок наш, ничи. Опс, опять. Сгорел психоневлодический интернат. Есть жертвы. Это где? Опять Тверь, да. Чёртю знает. Жалко. В Новочеркасске покончил с собой 37-летний мужчина. Что послужило причиной такого поступка, не ясно. Вот эти вот ужасы. Полным-полно супруги скончались в набережных челнах. Отравление угарным газом, ребята. Газовое оборудование. Их проверяли, запретили пользоваться. И, ох ты, почти у двух миллионов Тойота РАВ-4 есть риск возгорания. Ребята, не покупайте Тойоту РАВ-4. Это из Тойота самая плохая машина. Вот я вам точно говорю. Тем более она ездит так вот, трясёт тебя всю. Не знаю почему. Так, крымские футболисты в Новороссийском санатории заболели из-за повара. У работника кухни выявили норовирус. Да, вот сегодня. Пансионат имени Майстренко. Вот так дела. Такие дела. 12 детей и 5 взрослых из крымской делегации попали в больницу. В больницу. Мишустин посетил Барнаулю школу и пообщался с учениками. Я вам говорил уже, что он котлетой там питался. Но мне тут это, вот, предложили вариант, что котлету, скорее всего, с собой в кармане привёз. Но почему я опять открываю, ребят, а он без маски. Вот я не знаю почему, все в масках, а он без маски. Панты. Полуголую девушку на шее у сноубордистов в Сочи сняли на видео и застыдили в сети. А чё, классно. Сноубордист едет в белом халате, она сидит у неё на шее. Мне понравилось. И он читает газету ещё в добавок. Ох, как здорово. Опа. Мне понравилось. Я не буду их страмить. Так, и быстро твиттер. Быстренько. В Европе мигранты устроили шествие в захолустном городке. В российских гостелеканала прямой эфир за серия мигрантов. Европа гибнет. В Нижнем Новгороде мигранты убили семью из четырёх человек. В российских гостелеканала ни слова о мигрантах. И вообще, давайте обсудим гибель Европы. Так, это Беларусь. РБ головного мозга такой канал. Из РНПЦ детская онкология бегут врачи. Уволилось уже шесть онкодематологов. Ребята, это такая профессия редкая. Гематолог – это кровь вообще. А онкодематолог – это те, кто занимаются раком крови. Вот так. Это 20% от общего количества. Если 6%, это 20, на 5 их 30. 36% уволилось. Правильно я посчитал, да? Уезжают работать страны ЕС. Этой стране врачи не нужны. Всё лечить будет ОМОН и КГБ. Да, ребята. Рекламирующий жёлтую ладу Калину пенсионер из Москвы сам ездит на бронированном чёрном аурусе. Ну, это про Путин, да? И теперь рекламирует российскую вакцину, которая и сам боится привиться. Да, интересно. Интересно. Все путинские достижения, разработки и прорывы случаются только в военной технике. Просто потому, что люди их не видят и не используют. Можно плести всё, что угодно, проверить нельзя. Да и вакцины тоже. Ну, как проверишь? Да никак. Чё тебе вкололи, да? Возможно, Роман Абрамович и Алишер Усманов – это праведники, пытающиеся построить самую большую яхту в мире, чтобы спасти человечество после всемирного потопа. Ах, точно, Ноев Ковчег, а мистер Роят. Пришли мы из магазина домой, инфляция нихрена не 4%, а все 30, да? Вот так вот, 30-40% инфляция. Так, найденный в российском посольстве кокаин уничтожили это в Аргентине. Операция была очень сложной, с высоким уровнем взаимодействия РФ. Российские полицейские приезжали 7 раз. Уничтожать, а как же? Сегодня, 2 марта, в этот день 1953 года у Сталина произошёл инсульт, смерть его была долгой и мучительной. Да, ребята, и концовка, Владимир Владимирович, и вам не хворать. Да, сегодня такой день. И последний, тётя Роза, тётя Роза не закрылась, смотрите-ка. Путинизм – это власть бандитов плюс колонизация всей страны. Ах, как хорошо. У меня всё на сегодня, ребята. Ну, ждите, Байден проснётся, начнёт санкции. Санкции на Россию накладывают, наложат полные штаны. Всего хорошего. Доктор Влад, с вами пока. Продолжение следует...